здравствуйте друзья меня зовут евгений сегодня ко мне на игру вновь пришел тюлен нюся со своим детенышей тёпой как и обещал в прошлой игре на сырном замке мы с ним играли вдвоем но сегодня он мне составит компанию только как зритель поприветствуй наших гостей здравствуйте потому что буду я играть сегодня мы с ним будем не вдвоем играть а я буду играть один в одиночный режим игры которая называется нова луна абстракт от известного автора настольных игр уве розенберга который придумал такую игру как пейчерк очень известную сегодня игру играть буду в одиночный режим потому что как мне показалось правило в этой игре написаны для одиночной игры именно для одиночной игры написано не в полной мере понятно если это не так напишите в комментариях как вы поняли эти правила во время игры я буду указывать на те места где мне показалось что не совсем точно указаны действия которые нужно совершать в тот или иной момент если вы знаете как точно играть или играете по-другому напишите в комментариях будет интересно узнать как на самом деле нужно играть в одиночный режим нова луне итак начнем я выбрал себе синие жетоны всего их 21 жетон по правилам одиночной игры я должен разместить две группы в одной группе 8 жетонов в другой 13 жетонов игра одиночная будет состоять из двух раундов две фазы после которых игра закончится и будет финальный подсчет очков по правилам игры в начале первой фазы нужно лунное колесо заполнить жетонами они заполняются в произвольном порядке сложность игры одиночной от игры компании заключается в том что при игре вдвоем втроем в четвером после того как игрок взял какой-то жетон он пополняется из коробки сюда и все время круг находится заполненным в одиночной игре такого нет после того как мы возьмем жетон место откуда мы его взяли останется пустым поэтому выбирать будет выбор будет все время уменьшаться в этом и заключается сложность отдельно я распечатал нашел на сайте такую таблицу для подсчета очков здесь мы будем записывать сумму цифр в первой фазе во второй фазе штрафные очки в первой фазе во второй фазе потом результат я сыграл уже три игры желательно здесь стараться набрать меньше ста очков ну вот я три игры сыграл в одиночном режиме первый раз я набрал 107 очков 129 и крайний раз я играл 85 вот в третий раз я уже смог добиться цели тем не менее можно побивать свои рекорды то есть стараться уже меньше 85 набрать но я уже набрал меньше ста это уже хорошо первая фаза начинается как и в обычном режиме то есть я должен буду брать ближайшие к месяцу ближайшие три тайла любой из трех тайлов выкладывать его в центр стола и выполнять цели после выполнения цели я буду класть жетоны точнее диски на выполненные задания как только я все восемь дисков смогу выложить в первую фазу можно будет закончить можно будет продолжить брать жетоны хотя конечно это ухудшит мой счет в первой фазе но тем не менее он позволит обновить лунное колесо большими разнообразными жетонами чтобы второй фазе было больше выбора если так получится что все жетоны первой фазе закончится я их возьму себе на стол но не смогу положить все диски то есть задание не смогу выполнить не все тогда каждый невзятый диск будет приносить мне по 10 штрафных очков ну давайте посмотрим как это будет происходить итак я имею право сейчас взять вот месяц и по часовой стрелке вот первые три жетона я могу взять любой из них не надо конечно же смотреть на задание которые здесь указаны кто не знаком с этой игрой расскажу что задание указано в этих кружочках они означают что рядом с этим тайлом чтобы выполнить вот это задание должен примакать по горизонтали или вертикали один тайл голубого цвета например вот так если сейчас так сыграю это задание будет выполнено и я имею полное право положить сюда диск это задание означает что голубой и желтый должны быть присоединены к этому тайлу например вот так и это задание уже будет выполнено ну так же выполняются задания не только примыканием одного тайла тайлы можно соединять между собой в группы они могут быть и в ломаных линиях они могут быть просто по горизонтали могут быть по вертикали но вот такое соседство не подойдет то есть они обязательно должны быть соприкасаться так то есть вот это считается допустим как два желтых тайла например для цели которая например вот здесь здесь нужно три желтых тайла чтобы выполнить цели эти два уже подходят и мы третий можем расположить и здесь можем расположить и здесь и здесь и здесь и в любом случае она будет выполнена даже мы желтый тайл еще один третий можем расположить или здесь или здесь и все равно будет выполнена я часто встречал вопросы и мнение людей которые говорили о том что нельзя ломать линии например вот так цель не будет выполнена потому что должна быть горизонтальная линия либо наоборот только вертикальная на самом деле это не так в любом случае даже если вы расположите вот так три желтых тайла они между собой соседствуют то есть правилах это четко прописано и даже сзади на коробке нарисовано вот похожая ситуация что для выполнения цели из трех красных вот ломаная линия из трех соседствующих красных тайлов является выполнением этого задания и сверху кладется диск так я немного уже перепутал тайл поэтому разложу их еще раз и так я вновь перемешал все тайлы в коробке и выкладываю их на лунное колесо пополняться жетоны у нас не будут вот какие выйдут сейчас цвета с таким будем играть поэтому в начале игры надо будет внимательно изучить все цвета какие у нас есть потому что другие уже не придут нам в игру в этой фазе в первой фазе колесо обновиться только перед началом второй фазы и так месяц могу взять один из трех ближайших по часовой стрелке жетона чтобы мне взять посмотреть на цели мне надо сначала проанализировать все цвета которые есть в конце первой фазы будут подсчитываться очки именно на тех же тонах которые у нас будут на столе вот этот выложенный жетон на столе принесет мне 5 штрафных очков поэтому если я смогу вы выложить все восемь дисков в первой фазе выполнить задание и оставаться свободные жетоны вы понимаете что если я возьму но еще жетоны это уже не обязательно будет делать они будут приносить мне штрафные очки но тем не менее я смогу обновить для второй фазы более полно лунное колесо обновить начнем с этого например вот я думаю эту цель я смогу выполнить попробовать есть два голубых тайла два синих есть два красных есть можно попробовать с этого тайла начать в принципе у нас все цвета здесь представлены но я начну наверное вот этого тайла месяц переходит в то место где мы взяли и так я взял этот тайл я уже получил 6 штрафных очков и буду пытаться выполнять эти цели дальше 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 мне взять и возьму этот тайл опять выбираю из трех ближайших как в пейчурке и присоединю его обязательно то я должен присоединяться к уже сыгранным тайлом всего не могу отдельно положить обязан примкнуть уже находящимся на столе ну пусть будет так следующий тайл я возьму вот этот и положила здесь я выполнил первую цель 2 красных примыкающих тайл а потом 1 2 1 цель я выполнил одну и продолжаю так сыграю здесь дальше я сыграю вот этот тайл и выполняю сразу еще две цели на желтом тайле есть цель с двумя синими и на вот этом тайле на красном есть цель с двумя синими к этому тайлу примыкает два синих к поэтому я выполняю сразу еще две цели есть тайлы которые не на которых не присутствует цель и они просто имеют как раз мало очков но просто используется как цвет без цели следующий тайл я выбираю я возьму вот этот тайл кладу сюда и выполняю еще две цели для этого тайла а нет неправильно я выполняю одну цель вот эту примыкание двух желтых 1 2 вот этот тайл приклажу его вот сюда и выполню вот эту цель бирюзовый цвет закрыт осталось у меня три диска три выполнить цели и фазу можно будет завершать возьму этот жетон положу сюда и выполню вот эту цель если получится так что в процессе игры вы заметили что выполнилась какая-то цель но вы этого не увидели конечно же надо немедленно взять диск и положить на выполненную цель этот диск теперь возьму вот этот бирюзовый положу его сюда и здесь выполню две цели первая цель 2 бирюзовых примыкают вторая цель 2 красных тайла или так или так примыкают так ну вот в принципе первую фазу у меня закончились все восемь расположенных для первой фазы же ту дисков я выполнил задание их выложил на свои жетоны на этом первую фазу можно закончить но правило подразумевают продолжение этой фазы если остались жетоны на лунном колесе если их сейчас буду брать то вот эти 44 очка мне будут штрафными о чем я говорил то есть набрать желательно за игру не более 100 очков они будут штрафными и не совсем нежелательно тем не менее если я их сейчас не уберу к себе на стол то когда я буду пополнять лунное колесо для второй фазы эти жетоны останутся на месте и я заполню только пустые места поэтому решать только игроку мне эти восемь очков лишних не нужны и я ничего страшного не вижу в том что они останутся на своих местах дальше наступает этап подсчета очков за первую фазу они считаются учитываются вот эти верхних левых цифры считаем все что у нас есть и после этого начнется вторая фаза и так 5 плюс 5 10 плюс 2 12 плюс 2 14 плюс 6 20 плюс 5 25 плюс 4 29 30 32 и здесь мы записываем у меня это 4 игра сумма цифр на жетонах после первой фазы 32 балла также есть графа который называется штраф после первой фазы 10 очков за каждый не выложенный диск у меня все диски 8 выложены поэтому я ставлю 0 переходим ко второй фазе вот здесь в правилах написано только одно что вторая фаза начинается в общем делайте все то же самое но на этот раз необходимо выложить все 13 дисков все то же самое это что значит переставляем ли мы месяц на начальную точку или он остается здесь этого не понятно но я думаю что надо его поставить если все то же самое написано то значит ставим его сюда эти жетоны мы не убираем заполняем лунное колесо и нам непонятно в правилах не написано что делать вот с этими дисками и жетонами я так понимаю что их надо убрать и уже начать во второй фазе строения новых жетонов из состав составления новых целей потому что если оставить эти жетоны к ним сейчас добавлять новые жетоны получится путаница и мы не сможем почитать отдельно очки полученные во второй фазе а общее количество очков за две фазы как бы получится точно больше 100 нелогично этого к сожалению в правилах не отображено но я думаю что играть именно нужно так то есть сейчас мы убираем то что мы уже сыграли в первой фазе обновляем колесо и начинаем все то же самое как с первой фазы только укладываем уже 13 дисков напишите пожалуйста комментариях правильно ли я понимаю как вы играете может быть знает кто-то точно как оно должно быть и так и убираю сыгранные диски я убираю сыгранные жетон и я пополняю жетонами лунное колесо и буду стараться уже во второй фазе выложить 13 они 8 дисков на свои жетоны так вторая фаза начинается также беру один из ближайших к 3 к месяцу жетонов сначала анализирую какие у нас цвета есть что из них можно будет собрать возьму вот этот жетон далее возьму вот этот вот здесь сразу можно увидеть что что эту цель я выполнить уже никак не смогу в этой фазе потому что здесь для ее выполнения нужно два синих жетона и один желтый желтый у нас много а синий у нас всего один сам синий жетон не считается для выполнения цели то есть к этому жетону надо присоединить два синих и один желтый у нас на колесе только один синий эту цель мы уже точно не выполним мы можем его использовать только как дополнительный цвет для выполнения других целей я буду использовать для выполнения этой цели на присоединить два синих я укладываю сюда и продолжаю беру вот этот тайл и присоединяю его вот сюда чтобы эту цель дальнейшем выполнить и наверное какой-нибудь из этих пересовый присоединился уже первый цвет возьмут этот тайл положила сюда и выполню вот эту цель один красный присоединился цель выполнил возьмут этот синий и положу его вот сюда выполнил цель вот эту два синих присоединилась к этому тайлу есть еще 11 дисков надо выложить а у меня уже осталось мало тайлов я возьму вот этот тайл и положил вот сюда теперь я выполнил вот эту цель у меня к этому тайлу присоединено два бирюзовых цвета возьму вот этот тайл и присоединяю его вот сюда таким образом я выполняю вот эту цель два желтых присоединилась к бирюзовым возьму вот этот тайл вложу его здесь и выполню вот эту цель два желтых присоединилась возьму вот этот тайл положу сюда и выполню цель присоединение двух синих осталось два тайла два жетона на колесе на лунном у меня еще семь целей пойду со штрафными очками желтая расположу вот здесь выполнил цель четыре желтых раз два три четыре вот она группа из четырех желтых присоединилась к этому тайлу выполнил выполнил цель из четырех желтых а нет не выполнил этот не считается тайл присоединилась только три этот не считается поэтому эту цель я не выполнил так и остался последний тайл я забираю и кроме как выложить его сюда и выполнить вот эту цель я пока больше ничего не вижу три тайла примыкает на это вторая фаза закончилась к сожалению я все диски не успел выложить и все пять дисков принесут мне 50 штрафных очков сразу запишем штраф после второй фазы 50 и очки которые заработал 3 плюс 4 7 плюс 3 10 плюс 2 12 14 20 24 28 30 34 37 очков сумма цифр на жетонах после второй фазы 37 теперь подсчитываем общее число конечно же здесь больше 100 итак итоговый счет здесь получился 119 очков напомню что в правило для одиночной игры говорится о том что старайтесь набрать меньше 100 очков у меня не получилось в этот раз но прошлый раз я набрал 85 и буду стремиться снова к этому результату на этом игра заканчивается прошу еще раз обратить внимание на то как я сыграл в период между первой и второй фазы правильно ли я сделал потому что в правилах этого не написано итак в моем понимании правила для одиночной игры в новолунии выглядят именно так как я сегодня сыграл показал вам если у вас другое мнение если вы играете по-другому или знаете некоторые изменения которые касаются вот этой части перехода между второй и первой фазой то напишите пожалуйста в комментариях буду рад узнать как на самом деле нужно играть но на сегодня это все в правилах меня помог помогала разбираться тюлень ньюси со своим тёпой детенышем приятных вам игр на сегодня это все до новых встреч и пока пока пока